Приветствую! Меня зовут Сокол и я Критик! Итак, больше 50 тысяч подписчиков! Всем спасибо! Я рад, что мои видео приносят вам удовольствие! И как я вам и обещал, отвечаю на вопросы. Так что те, кто не в курсе, могут сразу выключить это видео, потому что здесь будет только трёх. Для начала отвечу на самые часто задаваемые вопросы. Итак, мне 27 лет, я женат, работаю веб-дизайнером. В шляпах хожу уже довольно давно, однако в первом своём видео я был без неё. Но я тогда не задумывался о важности внешнего облика. И при съёмках второго видео я уже подумал, что мне нужна какая-нибудь фишка. Пусть это будет шляпа, коль я и в жизни хожу в шляпах. Как я пришёл к тому, что стал делать обзоры? Понимаете, я очень люблю кино. Люблю не только смотреть, но и обсуждать его потом, перемывать, так сказать, косточки ему. Я очень люблю мусолить каждую сцену, обсуждать актёров, их актёрскую игру, режиссуру, режиссёра, продюсеров и прочие мелочи. Но я прекрасно понимаю, что человеку, который увлечён этим не так сильно, как я, очень тяжело меня слушать. Моя жена вот, например, достаточно быстро охладевает к фильму, который мы только что посмотрели. Ну а мне же не хватает чьих-нибудь ушей, чтобы выплеснуть все свои мысли, которые роятся у меня в голове. Друзья, которые любили обсуждать со мной кино, разъехались. Что делать? И тут переходим к другому вопросу. Как я отношусь к интернет-критикам и обзорщикам? Однажды я увидел обзоры великого прародителя всея обзорщиков интернета. Ностальжи-критик. Он святой. Вот, вот как я могу вываливать все свои мысли, при этом никого не травмируя. А может быть кому-то это даже будет интересно, подумал я, делать обзоры, что мне мешает. Конечно, мне также нравился и русский аналог на стальжи-критика в лице Евгения Баженова, более известного как Бэткомедиан. Кстати, раз уж пошла такая тележка, да Евгения не дозвониться и не дописаться. Так что, ежели вы хотите увидеть какой-нибудь совместный проект, что вряд ли, ну хотя бы какое-нибудь милипусенькое камео, либо у меня, либо у него в обзорах, тогда пишите, стучитесь ему всеми возможными способами, все зависит от вас. Авось сработает. Ну а если небожитель не соизволит снизойти на грешную землю, я печалиться не буду. Тем более, что все мы одним кумиром мазаны. Что касается Акро, Акро я люблю, Акр-душка. Акр-говно скатился до летсплеев. Скажем ему спасибо за самокритичность и продолжим. Ну а на вопрос, как дела, отвечаю, дела у меня, как всегда, прекрасно. Теперь поехали отвечать на вопросы в режиме без сценария. Готовьтесь к адскому монтажу в этой части. Кровавая принцесса интересуется, как я отношусь к зарубежным сериалам. Хорошо. Есть, может, какие-то любимые? Да, есть. Но в основном ситкомы. Здравствуй, Сокол Барян Кузнецов спрашивает, а какой фильм ты посмотрел самым первым в своей жизни? Не знаю насчет фильма, а помню мультфильм был Том и Джерри. Это все, что я помню. Возможно, какой-то русский, советский фильм. Максима Шульмина интересует, а тебе самому нравится снимать все это? Конечно, обожаю все это снимать. Будут ли обзоры на блокбастеры фэнтези и фантастики 2010-2012 годов? Может быть. Может быть. Может быть, даже и постарше блокбастеры возьму. Александр Рязанов интересуется, как я выбираю фильмы для обзоров. Просто то, что идет в кино? Ну да, по популярности. Или что-то у меня накопилось к нему, какие-то претензии. И я выбираю именно этот фильм для обзоров. Дмитрий Шулепов спрашивает, что бы было, если бы Тарантино снял Диснеевский мульт? Ну, во-первых, такого бы никогда не случилось. Потому что Дисней пропагандирует одни ценности, а Тарантино заигрывается с кровью и жестокостью. Я не знаю, это получилось бы что-то типа ранга. Так же не смешно и так же плоско. Антон Салмин спрашивает про рэп. Да, я раньше занимался рэпом. Почему я это бросил? Потому что это тупиковый жанр, как я думаю. И я больше не видел себя в этом жанре. Дмитрий Штальберг интересуется, когда я хожу на новый фильм. Иду ли я в день премьеры? Не всегда получается, но стараюсь в день премьеры. До премьеры, к сожалению, в Питере у нас предпремьерных показов не бывает. Стараюсь в день премьеры. Если не получается, то схожу чуть попозже. Андрей Степаненко хочет узнать, как я отношусь к Джеймсу Кэмерону и Клинту Иствуду. В принципе, мне нравятся оба этих режиссера. Правда, Джеймс Кэмерон исповедует больше коммерческий подход к созданию фильмов. А Клинт Иствуд... Клинт Иствуд... Ну, у него хорошие, сильные фильмы. Он делает их для души, что ли? Дима Стёбина интересуется, какую музыку я предпочитаю. Раньше увлекался рэпом, теперь роком, классику люблю иногда послушать, русский рок обожаю. Да, в общем, в принципе, я всеяден. Если музыка хорошая, то мне, в принципе, не интересно, к какому жанру она относится. Виталий Ильченко интересуется, почему на 10 исторических русских фильмов в современности приходится лишь два хороших. И те делятся на окупившийся и проварившийся в прокате. Простой пример, легенда номер 17 и Гагарин первый в космосе. Вообще, я придерживаюсь такой точки зрения. Не будет того, что есть сейчас в Голливуде. Голливуд очень далеко ушел. Это действительно индустрия. Это действительно страна грез. Это действительно великолепный уровень. Но тут, знаете, патриотизм патриотизмом, а русский кинематограф и так и останется на том же месте, какие бы бабки вы в него не вкладывали. Просто-напросто даже отношение зрителя у нас сейчас такое, что все фильмы русские все равно воспринимаются с некой долей скептицизма. Бывает. Что теперь? От этого никуда не избавиться. У нас плохой футбол, плохая музыка, плохой кинематограф. Что теперь? Такая страна. Живем и радуемся. Иван Ургант. Привет, Ваня. Интересуется, если бы мне предложили снять фильм, то в каком жанре бы он был и о чем? Или бы ты отказался от такого предложения? Спрашивает он. Если бы мне предложили снимать фильм, то, наверное, скорее всего, я бы постарался снять какую-нибудь комедию. Владимир Бычковский интересуется, почему я такой жирный. Много кушаю. Будет ли какие-нибудь нововведения на канале? Я очень переменчивая личность. Мне нравится сегодня одно, завтра может нравиться другое. Я могу расхвалить фильм, а потом его возненавидеть. Так что все возможно. Возможно, я прекращу какое-нибудь из своих шоу и буду делать совершенно другое. Допустим, я не знаю, буду читать рэп под сельский бит. Играю ли я в видеоигры? Да, но сейчас мало времени. Джека Ковалык интересуется, как живется в Питере самая любимая еда? В Питере живется хорошо, а самая любимая еда, наверное, это будет картофельное пюре. Александр Сергеевич спрашивает, как я отношусь к фильмам о спорте? Или мой топ-10 на эту тему? Господи, ну не сейчас. К фильмам о спорте я отношусь так же, как и остальным фильмам. Андрей Морозов спрашивает, есть ли авторы или книги, которые сводят тебя с ума? Или которые просто неинтересно читать? Ой, да полно. Постоянно в трепет меня приводят книжки «12 стульев» и «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Один из моих любимейших романов «Мастер Маргарита» Угакова. Владислав Юшко спрашивает, когда начнется война между пони и единорогами. Без понятия. За кого лучше воевать? За единорогов у них же рок есть. Кирилл Виноградов спрашивает, лучше ли ты критик? Нет, 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 нет. Джек Набьер пишет, ты с детства находил какие-то косяки в фильмах? Нет, это я делаю специально для канала. Сколько времени уходит на монтаж видео? Иногда мне кажется, что уходит в вечность. Саша Гачев спрашивает у меня совета. Как ему признаться в чувствах девушки? Написал бы, в принципе, имя девушки, и я бы сделал это за тебя. В общем так, Саша Гачев любит какую-то девушку. Он ей обязательно скинет это видео, и она посмотрит и поймет, кого именно любит Саша Гачев. Насколько большой вклад в твою деятельность вносит жена, семья? Жене приходится отсматривать каждое видео. Она вносит очень большой вклад. Она как морально помогает мне, так и физически. Довольно-таки трудно пересмотреть каждый ролик по нескольку раз. Семье нравится то, что я делаю. Они периодически хвалят меня и даже смотрят мои видео иногда. Хотя и далеки от всей этой тематики. Почему ты не делаешь обзоры на сериалы? Сериалы большие. В них много серий. Придется выделить огромное количество времени на просмотры их. Слишком много контента придется нарезать, скачивать, монтировать. Это тяжело, это тяжкий труд. Поэтому вряд ли в ближайшее время я буду делать что-то на сериалы. Быть может, я сделаю такой интересный эксперимент. По-моему, он называется Рикап, когда смотришь и комментируешь одну серию. Вот это попробуем, попробуем когда-нибудь. Александр Барашев спрашивает. Один ли я снимаю видео или есть помощники? Я снимаю один, иногда привлекаю своих друзей или жену. Владимир Зайцев интересуется. Когда уже, наконец, я отдам ему долг? Во, видел? Амадей Савойски спрашивает. Назови 2-3 любимых мультсериала. Симпсоны, Фудорама, Гриффин и Американский Папаша. Я обожаю мультики, которые показывают по Фокс. Поэтому я, в принципе, обожаю мультики в любом виде. Смотрел ли я мультфильмы Миядзаки? Если да, какой больше всех понравился? Смотрел мультфильмы Миядзаки. Наверное, больше всех мне нравится. Я не буду оригинален. Скорее всего, Унесенный призраками. Хотя, и Ходячий замок неплох. Сокол, немного отвлекаясь от фильмов и всем, что с ними связано, задам такой вопрос. Что я читал, будучи подростком? Я, будучи подростком, читал весьма взрослые книги. Так что мне учительница однажды запретила писать рецензию на книгу как раз Мастера Маргарита. Потому что она считала, что я ее не понял для моего возраста. Нартблейд интересуется, как я отношусь к арт-хаусу. Терпеть не могу арт-хаус. И ни за что в жизни не буду делать обзор на это говно. Я люблю блокбастеры. Разве вы не заметили? Юрий Берин интересуется, какие у меня пять любимых русских фильмов. Все фильмы Гайдая в любом порядке. Как я отношусь к Вентину Тарантино и его фильмам? Ничего сказать. Я обожаю Квентина Тарантино и его фильмы. Привет. Какой твой самый любимый фильм в жизни? Ксюша Власова интересуется. Таких фильмов у меня много. У меня нет одного фаворита. Лучше ли я в чем-то? Нет. Всегда есть к чему стремиться. В общем, вопросов еще было много. Мне их задали 313, если я не ошибаюсь. И некоторые писали по два или по три в одном сообщении. Спасибо всем, кто присылал вопросы. Я очень извиняюсь за то, что я не смог ответить на все, что вы прислали. Это тяжело. Поймите, это тяжело. Я просто не знал, что будет такое количество вопросов. В следующий раз мы сделаем с вами прямой эфир, где вы можете задавать мне прямо в прямом эфире все вопросы. И я буду отвечать. Я буду вынужден отвечать. Просто не выкручусь от этого. Ну что ж, спасибо всем за то, что смотрите меня. Спасибо всем за то, что подписываетесь и комментируете. Ах да, чуть не забыл. Еще меня просили передать приветы. Таир Шукуров просил, чтобы я ему передал привет, собственно. Привет, Таир. Миша Фрейман напротив же просил передать привет его маме. Мама Миши Фреймана, привет. Ну что ж, с вами был Сокол. Отвечал на вопросы, на какие-то отвечал, на какие-то не смог. Эх, простите за монтаж. И пока. Сокол.